Добрый день, это Настя. Добро пожаловать на мой канал и это заключительное видео о моих книжных покупках за март месяц 2017 года. В марте я приобрела достаточно книг, все на английском языке. Я не буду показывать свои электронные книги, которые тоже были, но ограничиваются только физическими. Вообще все книги в этом видео можно определить на две части. Книги, которые я купила под влиянием BookTube и книги, которые я купила под влиянием книги Иллиса 19-13 лета целого века. То есть книги переведены с немецкого языка. Начну я, наверное, с книг, которые я купила под влиянием BookTube. Их было предостаточно. Начну я с американского издательства Unnamed Press. Я узнала о нем из видео Mercedes, The Bookish Musings, где она рассказала об этом издании. Ее заинтересовало, меня тоже заинтересовало. Я пошла и приобрела четыре книги. Ей прислали десять на обзор, но она еще ни одну не прочитала. И она по ним поговорила просто по рецензиям. Я вот выбрала четыре. Коллекция коротких историй by Christina Ayn, Walk on Water. Я не думаю, что что-либо перевели на русский язык. Также есть Nivea. Вот, наверное, я с нее и начну. Henrietta Rose Innes. Это книга южноамериканской писательницы. Здесь такой немножко утопия и мистический реализм. Книга, с которой Мерседес познакомилась с этим издательством, называется The Paper Man. Я ее еще, естественно, не читала. И последняя The Border of Paradise by Esme Vijan Wang. Здесь все действия происходят, сколько я понимаю, после Второй мировой войны в Бруклине. Но я могу ошибаться. Я люблю так вот брать книги и не особо много знать, что в них происходит. Тогда приятнее знакомство. Дальше я наконец-то купила The Good People by Hanna Kent, новелла, которая вышла. Даже не новелла, это полноценная книга, которая вышла в конце прошлого года. На английском языке. Я не думала, что на русский язык перевод уже есть. И эта книга писательница Hanna Kent, которая до этого написала очень известную книгу The Barrel Rides, которая у меня тоже есть, но которую я еще не прочитала. По-моему, Barrel Rides на русский тоже так же еще не успели перевести. Я вообще просто влюбилась в формление. Посмотрите, как красиво. Такой листик золотой. И бумага крафтовая. Вот здесь такой необычный срез. Так что посмотрим. Хорошо, что мне внутри понравилось. Дальше я наконец-то купила Рузов Севелити по Ама Таулс. Это книга, о которой не может перестать говорить до Буколев. Это одна из самых любимых книг у нее. Я еще ничего не читала от Вахтера, но вот за этот месяц я купила The Gentleman in Moscow и The Ruse of Sевелити. Так что мне есть с чем работать, скажем так, в ближайшие несколько месяцев. Дальше я не знаю, почему я купила эту книгу. Заинтересовалась на Гудриц. Это The Bolt by Nam Lee. Здесь переплетение героев в разных частях света. Я даже не знаю, если честно, что ждать от этой книги. Что-то меня зацепило на Гудриц, раз я добавила в корзину. Дальше я продолжаю собирать Чимоманда Гнози Адичи. Я купила вот такой памфлет, книжка. Вообще, я думаю, что тут побольше, но здесь вообще нечего читать. Это очень известная ее эссе на тему «We should all be feminist» о феминизме. Здесь крупнейший-крупнейший шрифт и всего 52 страницы. То есть, я думаю, здесь тысяча-тысяча-пятьсот слов во всей работе. Так, сесть за полчаса прочитать. Мы поедем в Францию завтра утром, потому что, наверное, я в машине ее прочитаю. И также я купила от нее уже Чимоманда Гнози Адичи «Half the Yellow Sun». Тоже это от Fourth Estate, так же как My Purple Hibiscus. Но отличие от Purple Hibiscus в этой книге – шрифт для очень молодых и зрячих людей. Для меня он мелковат. Ну, посмотрим. И, наконец, мы дошли до части, которая называется «Настя почувствовала себя идиотом», когда читала первые три главы 19-13 Ильяса. Я поняла, что я ничегошеньки не знаю об авторах немцев начала X века. Нужно расширять свой кругозор. И я решила приобрести книжки, драматурка которой очень часто описывается в начале книги Артура Шницлера. Я купила четыре его книги. Первая – это называется «The Road into the Open». Это перевод с немецкого на английский Рассела Бермана. И книга вышла под редакцией Калифорнийского университета California Press в Беркли. И здесь довольно большое предисловие вообще. Новелли об авторе, о психоанализе и о влиянии этой книги. Потому что, насколько я понимаю, эта книга повлияла довольно сильно на американскую культуру. И, наверное, вы знаете, книга американского писателя «The Road – дорога». Так что хочу почитать. А дальше я лоханулась. И я приобрела отдельно стоящую книгу «The Dream Story» от редакции Penguin. Это перевод J.A.Q. Дэвиса. И книга называется «The Dream Story». И она влегла в основу сценария для фильма «Широко открытыми глазами» с Николей Кидманом и Тома Крузо. Но почему я говорю «Лоханулась»? Я лоханулась, потому что эта книга входит вот в этот сборник. Я купила два сборника. Оба сборника от Иван Р.Д. Чикаго Паблиша. Это оба книги перевод с немецкого. Одним и тем же человеком Маргарет Шафер, женщиной. Это коллекция историй. А вот в этом сборнике есть еще история. Книжка помялась. Есть еще история, новелла «Фой Лиза», про известное произведение «Фой Лиза», которое я тоже купила, уже заказала в апреле отдельно стоящую. Вот она сейчас идет ко мне по почте. Так что у меня будет даже повтор коротких историй. Я еще ничего не начинала читать. Мне интересно, есть из вас кто-то, кто читал автора Шницлера? Что вы думаете о его произведениях? Вообще, что-либо вы читали из того, что я вам сегодня показала? Мне будет очень интересно об этом узнать. Пишите, пожалуйста, под видео. С удовольствием с вами обсужу книжки. А вам приятного чтения и до скорой встречи. До свидания.